Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Дело в том, что у меня повторяется подобное из отношения в отношения. Я становлюсь абьюзером и тираном. Есть отношения, которые идут почти два года, но неожиданно все меняются из-за моего эгоизма. Ссора и в итоге я оказываюсь тираном и бездушной тварью. Но каждый раз мы остаемся вместе, после чего все нормализуется, но опять. И каждый раз я чувствую, что сам отдаляю человека от себя. И вот как с этим бороться, поскольку я не хочу терять этого человека, но и абьюзой быть тоже не хочу. Мой мозг в тумане. Я бы предположил, что вы ведете речь про страх близости. Про страх сближения. Я бы так это предположил. Что в свою очередь Обозначает То, что У вас есть проблемы с личными границами. И это, собственно, ключевой момент. Где я, где ты. На что важно обратить внимание, это на то, как я себя чувствую. Какой я, когда я сближаюсь, когда я сближаюсь, когда я сближаюсь, ну, с кем-то, да? Когда я выхожу на контакт, на такой более, более интимный контакт, скажем, скажем так. Вот. И, соответственно, возникает скандал, скандал ИС-40. Здесь я бы Конечно Вам бы рекомендовал больше Ну, поисследовать Психологическую игру Коперы-коперы В принципе Так и называется Скандал Вот. Чтобы вы могли лучше понимать Что происходит А дальше вы чувствуете себя виноватым И пока вы чувствуете себя виноватым У вас все хорошо Ну, то есть, пока вы чувствуете себя виноватым Вы Спокойно Относительно спокойно Для вас все понятно Ну, вот Ну, более-менее Более-менее Все понятно И В какое-то время вы так живете Ну, а потом, когда опять начинаете себя терять Начинаете переставать Себя чувствовать, да? Себя ощущать Себя замечать То опять начинается Ссора, скандал И так далее Вот это вот В данном случае Такая вот Невнимательность К тому, что происходит Опять же Обратите внимание Вы пишите Я становлюсь абьюзером И тираном Это не совсем понятно То есть Откуда вы знаете Что вы им Становитесь? Вот Вот То есть Это Вам говорят Так Что Вы становитесь Или Это Вы Сами Замечаете Сами Чувствуете Что Делаете Что Что-то Не То Что Как бы Что Вы Хотели бы То есть Как это происходит Потому что Сейчас Это Больше похоже На Самопичевание Вот Ну вот Конкретно Конкретно Сейчас Понимаете 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 Да Это Больше Похоже на Самопичевание И Если Это Самопичевание То Вы Это Делаете С определенной Целью Вы Это Делаете С Ну С Определенной Выгодой Вы Сюда Бичуете Вот Это Нужно Преследовать Тоже Чтобы Ну Чтобы Не Обичевать Себя А Для Этого Нужно Найти Выгоду С которой Вы Это Делаете Ну То есть Да Для чего Мне Это Зачем Мне Это И так Далее Сейчас Сейчас Как Мне Как Мне Кажется Ну Увы Ничего Этого Не Замечает Дальше Эм Контекст 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 Ммм Отношения То есть Как Вы Видите Своего Партнера Как Вы Его Видите И Видите Ли Его Как Самостоятельную Такую Единицу Вот Это Важно Потому Что Если Вы Не Видите Партнера Как Самостоятельную Единицу Если Мало Общего То Конечно Здесь Будут Тоже Трудности И Проблемы Следующее Абьюзер Тиран Это Человек С Большой Долей Тревожности Вы Говорите Что Боитесь Потерять Этого Человека Попробуйте Оприметить Конкретизировать Свой Страх Вы Пишите Быть Абузой Тоже Не Хочу Это Про Самоценку То То Что Я Делаю ДЛЯ Человека Получается Что Я Как бы Ему Навязываю То Что Я Делаю Понимаете Вот Вы Пишите Неожиданно Все Меняется Из-за Моего Эгоизма Ссора И В итоге Я Оказываюсь Тираном И Смотрите Здесь Как будто бы Вы Подавляете В себе Свой Эгоизм Делать это Абсолютно Бессмысленно Необходимо Правильно С ним Обращаться Уметь Правильно Обращаться Вы Делаете Вклад В Ссору Какую Вам Нужно Увидеть Здесь Свой Вклад В нее В Конфликт Который Скорее Всего Является Следствием Того Что Вы Сдерживаете В Себе В Себе Вы пишите Каждый раз Мы остаемся вместе После Чего Все Нормализируются Но Вам Нужна Ссора Чтобы Почувствовать себя Плохим Чтобы Начувствовать Вины Остаться В Отношениях Вот Здесь Не Бороться Нужно А Скорее Разбираться С вашим Конфликт Ну С вашими Конфликтами Внутренними Страхами Тревогой Самооценку Эгоизм Вот То Что Вы пытаетесь Вы Поправить Чтобы Оставаться В В итоге Становится Вероятно Тем Что Вы Называется Тиранией И Абюзерством Опять Я повторюсь Мне Не Ясно Мне не ясно, что вы называете абьюзерском экране в данном случае. Ну и да, мы имеем дело со сценарным поведением. Сценарная модель поведенческая присутствует. И как бы вы можете поисследовать сами. В интернете это есть. И после этого уже обратиться к психологу для помощи. То есть если ваш вопрос в том, как с этим бороться, то ответ никак. Психологи не помогают с чем-то бороться. Помогают это правильно с этим обращаться. Даже не правильно, а конструктивно. Ну и в целом, мне кажется, вам не помещает помощь в исследовании себя. А потому что у меня сложилось впечатление, что вы сами для себя загадка. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok